Ну что, друзья, сегодня мы обсудим противостояние пеннилоферов с монками. В чем разница и какие туфли стоит добавить в гардероб. Я понимаю, друзья, что у большинства из вас ресурсы ограничены. Или вы хотите просто взять одну пару обуви за раз и хотите принять решение. Монки выглядят хорошо, но пеннилоферы ближе к классике. Так что же мне выбрать? Что-то модное, что-то сейчас в тренде. Или те, которые уже 50 лет присутствуют в классическом мужском гардеробе. Ну, ответ может вас удивить. Я лично выбираю монки. Даже при том, что это более модная модель, я считаю, что они станут современной классикой. Их подобие существовало уже в средневековье. Все идеи в ремешке и простоте дизайна не подвластны во времени. Монки с одним ремешком выглядят постарше и, по моему мнению, шикарно смотрятся на мужчинах в возрасте. С двумя ремешками уже более современные и модные. Меня тянет к ним. Я просто влюбился в их внешний вид. Мне нравится маленькая пряжка. Не думаю, что она сильно привлекает внимание, в отличие от большой пряжки. Эти сделаны из очень хорошей чистой кожи. Посмотрите, какого они бордового цвета. Я считаю, что бордовый, в моем случае точно, подходит к большому количеству комбинаций. Ни одни из них технически не являются классическими туфлями. В том смысле, что вы не наденете их с классическим костюмом. Вы можете надеть их с повседневным, но лучше не надевать с деловым костюмом. Будь то собеседование, будь то свадьба, будь то похороны. Это не то, что следует надевать с вашим лучшим темным костюмом. Но вы можете, если знаете, что делаете. Если вы достаточно смелый и уверенный, вы можете надеть их. Поэтому я обожаю обе модели. Пеннилоферы – это весьма повседневные низкие туфли. Повседневный дизайн также отражен на коже. Обратите внимание, здесь два кусочка кожи, сверху видно, как они сшиты. Это делает их на уровень ниже, более повседневными. И посмотрите на эту пару монков. Также есть лоскут кожи, который проходит поверх язычка. Туда нужно класть пенни? Я скажу, что нет, но это делал, когда был ребенком. Но вы вольны делать все, что хотите. Я считаю, что этот дополнительный лоскут кожи направлен на то, чтобы сделать обувь заметно неформальной. Если мне нужно принять решение, я исхожу из собственных нужд. Эти подходят к моему стилю жизни. Они подходят к имиджу, который я поддерживаю. Но для большинства парней, в особенности, если вы более консервативный, или только начинаете, пеннилоферы будут отличным вариантом. Итак, друзья, это сравнение двух моделей обуви. Я хочу, чтобы вы принимали правильное решение для себя. Если вы хотите больше информации, я оставлю ссылку на Real Man Real Style в описании. Я ценю то, что вы становитесь частью моей аудитории. Сейчас посмотрите на них. Я их обожаю. Не знаю, может быть, это какой-то фетиш. Друзья, я просто их обожаю. На этом все. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!